Доброго времени суток, я Данил Рыжкин и это Иисус на ютубе. И переходим сразу к ДЕЛО, СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР! ДЕЛО, СВЕТ, КАМЕРА Делают свои видео, свой контент некачественно, выкладывают на ютуб и поэтому они не должны жить, они не должны это делать и в общем идти к черту. Знаете что, идите сами вы к черту. С каждым разом у многих из вас появилась такая тенденция, я слишком много провожу времени на ютубе и слишком много видеоблогеров смотрю, изучаю, анализирую и понял, что у большинства из вас с каждым разом ваши видео, ваши передачи становятся все хуже и хуже. Сначала, да, там какой-нибудь фон, там обычный, да, там квартирная стена, обычные обои, ванная комната, да, ванная комната. Потом вы перебираетесь куда-нибудь, у вас появляется нормальный задник однотонный, а потом происходит регресс и вы уже снимаете опять в какой-то ванне, опять, блин, на каких-то кроватях сидите, лежите, говорите в камеру с ужасным светом и... Лучше бы он вас засвечивал, он такой, знаете, похож, как будто мы находимся в 2005 году, у нас только-только появляются телефоны и мы в квартире начинаем ими снимать, такой, знаете, вот красный дерьмовый цвет. И вы еще говорите, что те вот молодые люди, которые снимают свои видео и выкладывают на ютуб, должны с ютуба уйти, хотя сами делайте контент такой же. А еще вы пытаетесь шутить, хотя у вас это ни хрена не получается. У вас только мат-перемат и вы считаете, что это смешно и что это шутка. То есть Петросян будет шутить лучше, ну, ладно, он будет шутить так же, но вы ведь и позиционируете себя, как какие-то там стендаперы, некоторые из вас выступают со стендапом, делают даже отдельные передачи про фендап. Некоторые из вас просто шутят с камерой, типа шутят просто мат-мат-мат-перемат, срифмовали мат с матом, все, зашибись, типа шутка, типа смешно. Ну, понятно, что человек улыбнется, потому что, ну, мат, он всегда забавен, но, нет, короче, херню вы делаете. Вот, и, ну, и бог с ними, с молодыми школьниками, это ваша передача, вы на этом деньги зарабатываете, но все равно, почему с каждым разом вы делаете все хуже и хуже? Я вот, да, у меня нету столько подписчиков, сколько у вас, у меня нету столько просмотров, сколько у вас. Мне там, да и бог посмотрит, там, ну, максимум, там, 500 человек, и все. Но я с каждым разом делаю свой контент лучше и лучше и лучше, то есть у меня лучшее качество картинки с каждым разом, что, кстати, странно. Свет лучше с каждым разом, я говорю с каждым разом лучше, веду себя в кадре лучше, выгляжу лучше, я вообще выгляжу лучше большинства из вас козлы. Вот, а у вас наоборот, говорите хуже, монтируйте хуже, вообще не монтируйте, я, конечно, тоже почти не монтирую, но потому что я подаю себя как такую лайв-версию. Вот, это моя фишечка, у вас такой фишечки нет, а если сопрете, вы козлы. Да вы это все равно не посмотрите, ну да похер. Так вот, валите нахрен с ютуба, господа мои видеоблогеры, я вам могу даже конкретно сказать, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь к таким топовым блогерам, как Нефеодов, Хованский, Эдисон, вот эти вот ребята, которые из-за чего-то там стали популярными, теперь плюнули на все и снимают полное говнище, то есть все их шоу, все их придаточные шоу-программы, ваши придаточные шоу-программы, они с каждым разом, как я уже говорил, все хуже и хуже. В общем, слушайте, ютуб и так засорен всяким говновидео, его и так дохера, этого говна. Да, ютуб это теперь маленькая лодочка в огромном океане говна из-за этого говенного видео. А вы, находясь на этой лодочке, вы срете не в унитаз, а на лодочку. И в конечном итоге, лодочка утонет. Поэтому, либо убирайтесь нахер с моего любимого ютуба, потому что я не хочу смотреть телевизор, я не хочу возвращаться к зомби-ящику, я хочу смотреть ютуб и смотреть качественный контент. Либо как-нибудь исправляйте ситуацию, сделайте себе хотя бы задник, да, у меня, конечно, не идеальный задник, но он, блин, намного лучше большинства задников, которые есть у вас. Сделайте нормальный задник, нормально говорите. И не критикуйте людей, которые, скажем так, не особо хорошо делают видео, если сами его не особо хорошо делают. Единственное, чем вы отличаетесь, у вас просто много подписчиков просмотров, и у вас, ну, в большинстве случаев камера снимает разрешением HD. Все. В общем, на этом я заканчиваю этот выпуск. Иисус на ютубе будет продолжать его, сейчас начинает, продолжает, будет продолжать свое движение. Я пойду с островка по этому морю говна до вашей говнолодочки, и постараюсь спасти эту лодочку и привести ее к большому берегу тоже под именем Ютуб. Надеюсь, новый Ютуб такой, знаете, как Кристофор Колумб, да, новый свет открыл. Вот у нас мы должны открыть новый Ютуб. На этом все. С вами был Данил Рыжкин и Иисус на ютубе. Всем спасибо. Всем дизлайк. С вами был Данил Рыжкин.